посыпалась вся эта история штукатурка давно слезла сейчас начинает проявляться истинная вот это вот морда морда вот маш захарова которая в принципе евреев не особо то любит а израиль и терпеть не может особо ты ты не скрывает и еще одна сильно выпивающая шмар который у нас тем не менее спикер нашего мида вы тут не размывайте нам тосты ладно я хотел бы принести свои извинения министерство на страну белый российской федерации сегментчайному полномочным послом господину богданову захаровой я прихожу на работу я прошу прощения за это за абсолютно несправедливое по содержанию и недопустимые по форме высказывания допущены сотрудникам нашего канала евгений янычем сатановский евгений яныч сатановский несколько дней назад в беседе с израильским журналистом на его youtube канале этого израильского журналиста комментируя ситуация на ближнем востоке оскорбил как этих уважаемых дипломатов так и министерства иностранных в результате чего я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с евгений янычем и принял решение об увольнении евгения сатановского с нашего канала не закатилась ли на ваш взгляд звезда марии захаровой они почти ничего не слышно ну или по крайней мере складывается такое впечатление спрашивают наши зрители слушайте а что была такая прямо грандиозная звезда марии захаровой но она была на слуху она конечно мне кажется ее даже искусственно раздували вот после всех этих бесконечных официальных представителей миды я помню был там вадим лукашевич если я правильно помню я их помню потому что это мне по работе положено потом появилась захарова со всеми этим песнями плясками хамством каким-то там я помню мы однажды позвонили она плакала на струбку потом ну там что-то абсолютно такое выходящее за рамки вот этой мидовской консервативной мидовской истории а сейчас как бы и нет в этом смысле нет я просто думал что я что-то упустил что там еще не в том смысле что она или кто-то другой нет в этом смысле нет в этом смысле безусловно мария захарова куда более яркий человек чем любой кто занимал пост официального представителя миды до нее на протяжении многих и многих лет конечно же ну начнем страшно первая женщина ко всему прочему в этой роли и конечно же кто там еще калинку будет танцевать кто еще так жестко будет все комментировать наконец наконец вокруг чего еще имени было такое количество сплухов сплетен в виде версии и версии относительно его поведения причины ее поведения того что она там то плакала то смеялась и так далее поэтому но я не знаю насчет закатилась она не так давно выступала опять на брифинге там по поводу чего-то громко заявляла критиковала мне кажется что здесь нет какой-то осознанной политики никто не давал команду там меньше подсвечивать марию захарову например на связано с ее просто том числе собственной жизнью можно в отпуск уходила может она просто решила что ей стоит поменьше комментировать может она сама на что же человек да с которым происходят какие-то процессы очарования разочарования может она сама решила перестать быть активным я понятия не менее если честно опять же мне очень интересно потому что я достаточно давно работаю журналистом чтобы знать насколько быстро все меняется да то есть насколько быстро восходит звезда того или иного журналиста сегодня тебя узнают на улицах и гаишники просят автографы завтра они тебя забывают тотально это нормально к этому необходимо привыкнуть что касается того что происходит конкретно с российскими пропагандистами сейчас прямо а безусловно захарова это лицо одно из лиц российской пропаганды но это тоже они же все-таки не роботы не андроиды хотя их пытались такими сделать и представить это люди которые тоже срываются их хватает своих нервных срывов за этими нервными срывами следует период какого-то восстановления которые требуют времени поэтому если марина захарова исчезла на какое-то время с публичного пространства это может связано в том числе с этим да рассуждать о том что там и как произошло опять же если честно не интересно значительно интересен значительно интереснее безусловно вот зачем бы я наблюдал это конечно же потом затем как именно они будут перестраивать свою риторику и кто будет перестраивать а кто не будет потому что я уверен что среди этих людей найдутся те кто будет до конца там для кого смысл жизни просто будет заключаться в том чтобы условно говоря там сесть вместе с путиным например да если речь дойдет до гаги или погибли ядерном пламени вместе с путиным но кто не будет переобуваться перестраивается кто будет до последнего говорить что нет я был прав только так было возможно и все то есть будут и такие принципиальные да а кто-то конечно будет себя вести просто как политическая проститутка будет стремительно искать оправдания объяснять что там ой я не знал или не знала у меня не было всей информации там меня тоже использовали как оружие кто-то будет биться в истерике кто-то будет срываться в алкоголизм и так далее кто-то повторяю там будет спокойно спокойно пытаться так наиболее прагматично дрейфовать и пытаться продать себя там новой власти или новые оппозиции опять же давайте не забывать о том что к примеру в восточной европе когда полетела берлинская стена и затем началась серия революций то даже в тех странах где были проведены иллюстрации типа той же самой чехии большое количество бывших пропагандистов сотрудников спецслужб которые не могли занимать государственные должности они довольно быстро оказались на службе оппозиции поэтому и причем весьма эффективно служили этой самой оппозиции оппозиции уже новой власти понимаете да поэтому я совершенно спокойно исключаю сценария при котором если власти в россии сменится и будет меняться постепенно тот сценарий который вы описывали когда медленная постепенная демократизация в случае медленного и постепенного сценария все эти пропагандисты и захаров в том числе за ними будет интересно наблюдать потому что повторяю кто-то из них будет перестраиваться кто-то нет в случае же достаточно радикальной смены власти власти же в россии придут если мы говорим про радикальную смену либо фашисты совсем фашисты но тогда это будет все равно будет кратковременная история либо придут какие-то уже более честные более свободные либералы которые но так или иначе позволят расцветать оппозиции никто не будет запрещать оппозиционной партии и вот тогда мы увидим многих звезд сегодняшней пропаганды в качестве спикеров официальных представителей неофициальных представителей консультантов всех этих оппозиционных новой власти сил поэтому нам с вами если конечно не случится то о чем чем мы начали сегодняшний разговор глобального ядерного пожара еще предстоит много эпизодов мыльные оперы под названием перестройка мозгов и переобувания ведущих российских пропагандистов и и и